Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале «Здоровье, тренировках и жизни». Сегодня предлагаю вам поговорить на очень интересную тему. Я вам предлагаю поговорить на тему тренировок по анализам крови. Мне просто очень интересно, хоть раз вы вообще когда-нибудь делали ли анализы крови перед тем, как пойти в тренажерный зал. Что я имею в виду под анализом крови? Я имею в виду, например, сдать общий анализ крови, сдать анализ крови на биохимию крови. И сделали ли вы обширное, полноценное обследование своего организма до того, как начать тренироваться? Если вы ответили «нет», не делали этого ни разу, тогда это видео точно для вас. Если вы делаете это регулярно и знаете, о чем я говорю, тогда это видео, скорее всего, вам уже знакомо и понятно, и тема вам это будет не сильно интересна. Для тех, кто ответил «да», кому эта тема интересна, как тренироваться по анализам крови и что это вообще такое, этот подход, я вам расскажу все об этом видео. Поехали! Ребятки, я давно планировал вам записать видео о том, как и какие проходить лучшие обследования перед тем, как тренироваться, по каким врачам все-таки стоит пробежаться, в какие анализы в лаборатории пойти сдать. Но полноценно, чтобы записать конкретно, чтобы рассказать вам о всех этих анализах, подробно о каждом из них остановиться, видео будет очень большим, и рассказать о каждом из этих пунктов я не могу в этом видео, я просто расскажу вам в целом, что я рекомендую сделать, какие пройти анализы, чтобы обезопасить себя от возможных проблем в тренажерном зале. Почему я так говорю? Потому что, если вы ни разу не сдавали анализы, то вы просто напоминаете водителя, который не имеет прав и просто едет на своих ощущениях по дороге, который никогда не учился в школе и просто сел за руль и начинает ехать по дороге, надеясь на то, что его, скорее всего, машина не подведет. То есть, это примерно то же самое. Понимаете, когда вы тренируетесь в тренажерном зале, это довольно большие нагрузки, и это серьезные нагрузки. Если у вас веса могут зашкаливать за 100 кг, например, приседаете вы больше 100 кг, или вы жмете больше 100 кг, это означает, что в момент нагрузок в организме давление может скакануть, например, в 2 раза. То есть, при норме, например, 130 на 80, у вас может быть реально 260 на 160. Конечно, я говорю о кратковременном давлении, которое возникает у вас в сосудах, но если вы это игнорируете, то вы очень сильно рискуете. Я считаю это видео одним из самых вообще важных на моем канале, и я вам рекомендую досмотреть его до конца, я постараюсь максимально быстро и понятно донести до вас свою точку зрения. Как я смотрю на это, и возможно, вам тоже покажется этот взгляд более правильным. Подтолкнуло меня записать это видео именно сейчас, то, что у меня было запланировано это видео, но я увидел ребяток, которые с проекта BodyLike устроили вебинары, двухчасовой вебинар, и через Инстаграм я просто увидел, что они устраивают только вебинар, и мне эта тема просто очень интересна. Также я решил, что можно что-то узнать интересное, полезное для вас. Я два часа пробыл на этом вебинаре. Если вы не знаете о проекте BodyLike, это Сергей Миронов и Александр Бойко, по-моему, фамилия. То есть это два довольно таких уважаемых бодибилдера, которые имеют опыт соревнований, например, в менс-физике, у них очень отличная, крутая форма, просто действительно крутая форма. Но это не реклама этого проекта, просто я был на этом вебинаре, и хочу рассказать вам о своем мнении. Буквально в двух словах. И дальше я добавлю от себя, что я думаю по поводу этого, и расскажу то, как я это делаю, и как я это вижу. Значит, в двух словах, чем занимаются эти ребята с проекта BodyLike. У них создан свой проект, я как айтишник нашел его очень даже крутым. То есть мне понравилось, как они сделали платформу для обучения тех, кто к ним обращается. Самое главное, у них есть очень большой опыт, очень большой опыт тренировок по анализам крови. То есть, о чем идет речь вообще? Для того, чтобы тренироваться безопасно, нужно пойти сдать все анализы крови. Но какие анализы крови, мы часто не понимаем, что сдавать, да? То есть какие именно анализы крови? Более того, когда мы сдадим эти анализы крови, мы не совсем понимаем, как их толковать. И реально это будет напоминать толкование каких-то снов или там пассианса, если вы в этом не разбираетесь. Не пробуйте после анализа крови, например, после лаборатории, растолковать их самому с помощью интернета. Ребята, ничего не получится. Вы, скорее всего, неправильно поймете ваши анализы, и это не так все просто, как кажется. Просто узнаете норму от до и попадаете ли вы в эти нормы, например, по гемоглобину или по лейкоцитам. Этого мало. Нужен реально человек, который с опытом посмотрит на ваши анализы и скажет вам, все ли у вас хорошо в организме. Так как я не занимаюсь тем, что беру ваши анализы и по ним строю ваши тренировки, потому что я не доктор. И у меня нет опыта каких-то там огромного количества клиентов, которые приходили ко мне, и я занимался тем, что изучал их анализы крови. Именно поэтому я сейчас рассказываю о ребятах с бодилайка. Вы можете поискать похожие какие-то проекты, я не знаю, существуют ли они. Если ребята имеют реальный опыт, реально подтвержденный опыт, и они хорошо разбираются в этой теме, о том, как составить вашу программу тренировочную по анализам крови. Потому что это подход действительно крутой, это правильный подход, так должно быть. По-другому вообще не должно быть, даже я так сказал. Я этим занимался давно, и я тренируюсь по анализам крови. То есть изначально я убедился, что у меня все нормально в организме, только потом я перешел к тяжелым нагрузкам. Но это просто инстинкт самосохранения у нас работал. Вот, почему я говорю, что нужно обратить на этих парней внимание. Я не могу вам рекомендовать их, как людей, где можно прийти, просто вставить свои деньги, купить у них какую-то тренировочную программу. Нет, я не покупал у них тренировочную программу. Поэтому я не могу сказать какой-то свой опыт, через который я прошел, я вам 100% могу сказать, что их программа работает. Нет. Я просто хочу вам ознакомиться с этим методом и рассказать, что это реально может сработать и очень хорошо на вас. То есть вы можете просто сходить хотя бы на их вебинар и просто послушать, о чем они говорят. И плюс посмотрите это короткое видео, о котором я сейчас вам рассказываю. Потому что у этих ребят есть реальный опыт и они имеют очень хороший практический багаж. Понимаете, о чем я говорю? Вы можете так же само найти терапевта какого-нибудь, да, после которого он расскажет, какие нужно пойти сдать лабораторию анализа крови. И он вам поможет подсказать, как эти анализы толковать, да, как разобраться, все ли правильно у вас в организме. Это тоже нормальный путь. Единственное, что этот терапевт, если он, допустим, не из мира бодибилдинга, то он не очень хорошо вам сможет подсказать, как он уже вам все-таки использует это в тренировках. И, скорее всего, те препараты, которые вам назначат, скорее всего, они будут из области медицины, а не, например, из области спортивной медицины. То есть это разные вещи. Или просто, возможно, что-то можно даже подкорректировать просто добавками, спортивными добавками, работающими, которые реально работают. Потому что очень много добавок на рынке не работают абсолютно. О них я снимал видео и рассказывал вам, что работает, что не работает, да. Так вот, в двух словах об этих ребятах. Они очень крутой форме находятся, физической, по крайней мере, были раньше точно очень крутой. Сейчас там сами оцениваете, в каком они состоянии находятся. Это известный блог, например, Сергей Миронов, это очень известный блогер, по-моему, дядя Сережа, как-то так. Я не смотрю его блог, но, по крайней мере, я его знаю, знаю достижения, и послушать их стоит, этих ребят. У них есть очень хороший опыт, который они могут вам все-таки передать. И именно поэтому они, как практики, могут дать вам, скорее всего, ценную информацию. Поэтому я просто вам рекомендую присмотреться к тем программам, которые они говорят. И вообще, о чем они говорят. Возможно, даже посетить их вебинар. Под этим видео я оставлю просто ссылку на этот проект. Вы просто сами пойдите, почитайте, сделайте какое-то свое мнение. Потому что идея классная. А теперь давайте к сути. О чем же идет речь? О каких конкретно анализах крови мы говорим? О каких обследованиях мы говорим? Зачем это все делать? Сейчас немножко, буквально на пару минут лирическое отступление. Посмотрите внимательно на просто нашу систему образования. Посмотрите на... Да, сейчас затронул сложную тему. Ребята, у меня педагическое образование, и мне не безразлично, что происходит в наших школах. Тем более у меня есть сын, и я задумываюсь о том, какой школе он будет учиться в будущем. Пока его ждет только сайлик, но в будущем это школа. Почему у нас такой сложен менталитет, что мы не делаем анализы и вообще не проходим масштабное обследование организма до того, как, например, начинаем заниматься хоть какой-то физической нагрузкой? Когда мы были в школе, когда мы занимались физкультурой, по сути, в вашем здоровье в школе никто никогда не занимался вообще ни разу. Вам делали прививки? Это круто, что делали прививки. Сейчас перестают даже и это делать, понимаете, о чем я говорю? Но в школе вам, если я не знаю, какой вы в школе учились, но у меня в школе никто никогда не делал мне биохимию крови, например, в такой анализ. Никто не проверял состояние моей печени. Никто не проверял состояние моего ЖКТ. Никто не проверял, как работает мой организм. И вообще, нормальный ли состав у меня крови, нормально ли работает мое сердце. Все эти анализы я проходил где-то отдельно от школы. То есть в школе этим никто не занимался. И тем не менее, мы в школе, нам в школе давали довольно сильную нагрузку. Например, бегать те же 100 метровки, бегать 3 километра, 2 километра. Это может быть слишком большая нагрузка для человека, у которого реально есть проблемы со здоровьем. О которых вы не знаете. Вы с рождения не сдавали никаких анализов. Поэтому я говорю, что эта тема очень важная, эта тема очень глобальная. Эта тема практически целых государств проблем. Возможно, в вашей стране те же самые проблемы. О чем я говорю? Вы, наверное, слышали о тех случаях, да, сейчас немножко о грустняшке, о тех случаях, что школьники иногда просто не выживали на занятиях физкультуры. Почему это происходит? Как вообще такое могло случиться? Это не идет речь о несчастном случае, когда человек упал, ударился головой. Нет. Не выдержало, например, сердце, не выдержал сосуд какой-то. То есть это означает, что его не досмотрели по здоровью. Его не нашли эти проблемы заранее, до того, как дадут нагрузку. А школьная нагрузка считается уже довольно большой, ребята. Если плюс у вас еще есть, помимо школьной нагрузки, еще какая-то жизнь, кроме школы, где вы, например, занимаетесь каким-то спортом, профессиональным, может быть даже, или полупрофессиональным, или просто любительским, но на каком-то серьезном уровне, если вы школьник. Если ты школьник, то задумайся о том, что ты сейчас делаешь, и пройди анализы. Это твое здоровье, это твой организм. Не думай, что ты Дуэйн Джонсон, и у тебя просто 100% идеальное здоровье. Ребята, в наше время здоровых людей очень мало, реально очень мало. И здоровья только в ваших руках. Эту фразу вообще нужно запомнить на всю жизнь. Здоровье только в твоих руках. Не в руках твоей девушки, не в руках твоей мамы, папы, родственников. Только в твоих руках. Ты должен сам сказать, что я хочу сдать то-то, 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 и пойти сдать эти анализы. Скорее всего, тебе это даже бесплатно будет, если ты, например, еще школьник. Если нет, то это стоит копейки. Это реально стоит недорого пройти эти анализы в лаборатории. Вы просто можете загуглить сейчас в интернете. Реально, я не покажу в этом видео эти ролики, потому что это не мои ролики. Авторские права находятся у других людей, у других каналов. Просто загуглите, ребята, несчастный случай в тренажерном зале, что, например, были ли летальные исходы в тренажерных залах. Просто посмотрите с этой точки зрения на тренировочный процесс. Поймите, что это очень серьезно. И реально люди с тренажерных залов иногда не выходят. И это очень серьезные вещи. У меня на канале я часто говорю о безопасности, о травмах, о тех вещах, о которых не принято и не сильно популярно говорить. Потому что все говорят о том, что мы крутые, но о травмах как-то никто не хочет рассказывать и как их избежать. Поэтому я хочу обратить еще раз ваше внимание. Сначала, если вы серьезно тренируетесь, пройдите полное обследование организма. Более того, не один раз, а каждый год как минимум нужно проходить. Иногда даже два раза в год. Минимум один раз в год полное обследование. Теперь конкретнее. О каких обследованиях я говорю? Первое. Просто можете записывать себе на листике или просто, я не знаю, потом просматривать это видео еще раз. Первое. Вы идете и сдаете общий анализ крови. Обычный общий анализ крови, который скорее всего берется с пальца вообще. То есть с пальца взяли вашу кровь, обследовали. Это первый анализ. На общие показатели. Их вы можете толковать либо у простого терапевта, или вообще можете пойти к терапевту и объяснить, что вы хотите пройти общее обследование и пойти от обратного. Он вас направит в лабораторию, и потом терапевт вам расскажет об этих анализах. Как вариант. Но не ждите, что он подскажет сильно по тренировкам, как это использовать тренировку. Второе. Второй пункт. Это биохимия крови. То есть что это имеется в виду? Это биохимический анализ крови. Этот анализ помогает понять состояние вашего организма внутри. То есть, например, состояние вашей печени. Например, уровень креатинина в крови. Уровень лейкоцита в крови. Уровень гемоглобина в крови. То есть если у вас, например, гемоглобина в крови мало, возможно у вас кислородное голодание вообще происходит. То есть мало гемоглобина, мало кислорода в крови. Чем это может быть вызвано? Надо искать причины. Об этом я и говорю. То есть вы по анализам понимаете, все ли у вас хорошо. Если что-то где-то не так, то вы ищете пути решения. Значит, биохимический анализ крови. Второе. В нем есть отдельные пункты, вот просто можете загуглить в любой лаборатории биохимический анализ крови, что это такое, а лучше поговорите с терапевтом. Теперь, обычный анализ мочи, просто обычный анализ мочи. Принесли в лабораторию, сдали, проверили, что у вас все нормально. Такие анализы можно даже пару раз в год сдавать, особенно летом, чтобы убедиться, что ваши почки нормально работают и вообще ваша выделительная система нормально функционирует. Потому что летом реально может быть большая нагрузка на почки. Если вы качок, если вы тренируетесь летом, если вы еще едите протеин, который тянет воду с организма, то есть для протеина, для усвоения протеина нужно много жидкости, жидкости и углеводов, чтобы усвоить этот белок. Если вы на креатине, например, для креатина нужна вода. Если вы пьете кофе, для кофе тоже выводит воду. Если вы иногда еще употребляете спиртное, у вас тоже мало воды в организме. Чтобы понять, не густая ли у вас кровь, например, нужно тоже сдавать анализ крови. Если у вас густая кровь, ее нужно разжижать. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому только анализы крови вам могут нормально это все показать. Теперь отходим от анализов крови. Три пункта, я сказал. Общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи. Идем дальше. Мы идем и находим нормального кардиолога. Хорошего кардиолога, который вообще должен стать вашим другом. Что нужно сделать у кардиолога? Вы должны пройти звуковое обследование сердца. УЗИ сердца, обычное УЗИ сердца. Врач посмотрит в реальном режиме, как работает ваше сердце. И он должен вам сказать добро, что да, у вас все хорошо сердце. То есть вы можете даже объяснить своему кардиологу, ему точно нужно сказать, что вы тренируетесь, что вы тренируетесь много, что у вас активный образ жизни. Потому что это влияет на то, что она будет трактовать ваше состояние сердца на УЗИ. С кардиологом, вообще с врачами, будьте всегда откровенными, говорите как есть. По сердцу. Есть еще такой анализ, как холтер. Что такое холтер? Холтер это, я постараюсь вам в этом видео все объяснить. Холтер это когда на вас вешается такой датчик, который в течение суток меряет вашу реальную кардиограмму. То есть он показывает, как работает ваше сердце, нет ли каких-то сбоев. Как работают ваши клапаны сердечные. Нормально ли они дожимаются, створки в клапанах. Вообще нормально ли работают ваши клапаны в сердце. Нормально ли вы спите. Нормально ли ночью работает ваше сердце. Возможно у вас сердце ночью работает как-то не так, понимаете. Я не хочу, чтобы вы стали каким-то мнительными, чтобы постоянно там что-то где-то заболело, вы бежали в скорую помощь, вызывали в больницу, бежали. Нет. Я просто хочу сказать, что вы должны обращать на это внимание, на такие вещи. Возьмите, платите этот анализ с холтером раз в два года, такого анализа более чем достаточно. Если УЗИ сердца раз в год, или тоже раз в два года даже можно делать, но раз в год нормально будет, то холтер можно делать даже раз в два года, даже если вас ничего не беспокоит. Вы цепляете на себя эти, там 10 липучек на вас прицепят в область сердца, в область спины и подмышками, и с этими датчиками будете ходить целые сутки. В двух словах я предлагаю, когда вы будете делать этот анализ, не знаю, будет ли на эту тему отдельное видео, в двух словах дайте себе нормальную нагрузку, когда вы будете с холтером ходить, но не идите в тренажерный зал. То есть не нужно давать полноценную стопроцентную нагрузку, как вы даете в тренажерном зале. Нет. Просто дома, когда вы будете вести дневник суточный, мониторив свое состояние, записывайте все, что вы делаете. Или вы, например, вы легли спать, или вы... вам, скорее всего, дадут альбом, который вы будете заполнять, такой ежедневник. Не ежедневник, а почасовое, что вы делали за течение дня. Попробуйте просто отдельное время себе отведите, сделайте короткую тренировку, например, отжимания от пола, такие сильные отжимания от пола, да, не просто поприседать со своим весом, а нормальная поджимация от пола. Например, три подхода сделайте отжимания от пола дома, так как вы в таком режиме, как в тренажерном зале. И запишите это время, и потом вы должны посмотреть, как ваш организм отреагировал на эту нагрузку. Это очень крутой анализ, я его проходил, и я вам очень рекомендую его сделать. Об этом ребята на бодилайке не говорили, об этих анализах, хотя нужно было бы. Они в двух словах сказали, что нужно проверить сердце, но конкретики такой сейчас вы получите в этом видео, как раз я вам только что об этом сказал. Еще вернемся по анализам крови, дополню. Вам еще рекомендовано, я рекомендую вам, и это чуть-чуть дороже анализа стоит, но сдать гормональную панель. То есть, определить, как работает ваша гормоналка, как работает ваша щитовидная железа. От щитовидки зависит вообще невероятно много. На тему гормонов я очень хорошо разбираюсь, потому что я прочитал не одну книгу на эту тему, запланировано у меня 100% видео на эту тему. Потому что не понимая этого, вообще сложно тренироваться грамотно. Вот, к примеру, в двух словах, если у вас проблема с щитовидкой, у вас, скорее всего, это потянет за собой проблему, например, с гормоном роста. Я думаю, вы об этом не знали, никогда не слышали вообще. Если щитовидка не дорабатывает, может не дорабатывать и гормонный рост. Нет гормона роста, нет вообще результатов эффективности от ваших тренировок. То есть, вы думаете, что у вас проблемы с питанием, у вас проблемы с тренировками, у вас какая-то не такая программа. Да нет, ребята, программы все более-менее нормальные, более-менее. Есть, конечно, вообще не рабочие 100% программы, но более-менее, если вы там не сильно жестко тупите, то ваша программа более-менее нормальная. Но вас может просто подводить ваши анализы, ваш организм, который имеет какие-то временные нарушения, которые просто нужно уладить. То есть, сдав гормональную панель, вы поймете, как работают ваши гормоны. Это не означает, что потом придется лечиться гормонально. Нет. Иногда нужно просто наладить свое питание, чтобы наладить гормональную панель. Например, вам может просто не хватать углеводов для поддержания гормонального статуса или йода в организме. Понимаете? Об этом все будет отдельное видео. Если реально очень сильно эта тема интересна, дайте мне как-то знать под этим видео. Тогда оно появится просто раньше, это видео. Тема про гормоны сложная, но невероятно, невероятно просто важная. Нужно на этом всем хорошо разбираться. Итак, вы идете, сдаете гормональную панель. И дополнительные анализы, которые вы бы могли сдать. Если прям с деньгами у вас хорошо и вы не считаете так сильно деньги, только не сдавайте все прям сразу. Узнать в лаборатории, как оптимально все сдавать. Например, биохимия сдается только натощак. Кровь с пальцем можно сдать не натощак. То есть, к этим анализам нужно правильно подготовиться и пройти эти анализы. Также до анализов нужно соблюдать определенный режим. Об этом тоже узнаете в лаборатории. Обычно на сайтах лабораторий написано, как нужно подготовиться. Я рекомендую, например, исключить жирную пищу. Исключить серьезные какие-то тренировки за пару дней до анализов. Чтобы просто не испортить картину. Вы можете не понять реальных результатов. То есть, реально, вы будете в тренировке и уберите жирную пищу, такую вредную жирную пищу до анализа. Потому что ваши анализы будут, скорее всего, плохими по печени, имею ввиду. Например, может подняться билирубин и так далее. Теперь, что вы можете сдать еще? Помимо гормональной панели, еще обратите внимание на такие анализы, как тестостерон общий, например. Вы можете сдать анализ на инсулиноподобный фактор роста. Не повышен ли у вас инсулиноподобный фактор роста. Сдать тестостерон можно единожды. Если вы не на фармакологии, как я, например, тренируетесь натурально. Сдайте, можете просто раз, если вы никогда не сдавались, чтобы знать текущий уровень вашего гормона тестостерона. Может, у вас его слишком мало. Если много, я вас поздравляю. Это очень круто. Очень круто. То есть, тестостерон общий, идете и сдаете. Анализы на тестостерон тоже бывают разные. В лаборатории уточните, какой именно вам нужно сдавать. В принципе, я сказал уже, тестостерон общий. Там также есть определенное время, когда нужно сдавать этот анализ. Смотрите, в моей практике, как я, что я делаю вообще? Я, если вы не знаете еще, я довольно часто сдаю кровь донорскую. То есть, я могу сдать за раз 450 грамм крови, например. Это так можно сдавать только раз в 2-3 месяца. То есть, я постоянный донор и лаборатория, которые принимают мою кровь, я это делаю всегда бесплатно. Хотя за это дают какие-то копейки там еще, но обычно это хватает на раз поесть. То, что там платят. То есть, это не заработок. 100% это не работает. Это не заработок. Это чисто ваше желание кому-то реально помочь. Если вы раз сдали кровь, вы помогли минимум 5 людям. Просто думайте об этом, когда вы будете сдавать кровь. Если вы, допустим, хотите пойти этим путем, то вы научитесь автоматически правильно сдавать анализы крови. Потому что вам там все рассказывают, как подготовиться к этому. Если вы неправильно подготовитесь, ваши анализы просто будут плохими и ваши не примут. Вашу кровь не примут. Если ваше здоровье что-то в нем не так, вашу кровь не примут. Более того, вам делают обширный анализ крови, который происходит прямо в лаборатории Центра сдачи приема крови. Там делают вам анализы и их проверяют тут же. Вы можете всегда попросить вашу распечатку по анализам крови. Это бесплатно. Например, на следующий день вам могут дать такую распечатку. Или там за ней придется приехать, например. После этих анализов вы поймете, что в вашем организме все хорошо. Если вас допустили уже сдачи крови, уже знаете, что у вас все хорошо в организме. Но анализ мочи вы там сдавать не будете. То есть, это часть анализов крови, которые вы можете... В принципе, вопросы по крови там практически полностью закрываются. Кроме, конечно, гормональной панели и так далее. То есть, общий анализ крови и биохимии вам сделают там. Тут же, на месте. Определяют группу крови и скажут, нормально или ненормально. К слову, я просто вообще не ем никакие таблетки абсолютно по жизни. То есть, не только когда там очень редко, когда у меня болит голова и ничего не помогло, там кофе не помогло. Я могу выпить какую-то, например, таблетку, которая снимает спазм, да. И голова проходит, голова перестает болеть. То есть, просто головную боль не затерпеть. И все-таки иногда приходится есть таблетки. Но в принципе, я таблетки практически вообще не употребляю. Но однажды мне пришлось пропить курс антибиотиков. То есть, я нормально отношусь к таким вещам. Если это нужно, то да, нужно. Только не регулярно, не на системе какой-то. Не бежать за таблеткой каждый раз, когда у вас вычекнули или пупнули. После этого курса антибиотиков, когда прошло пару месяцев после этого курса, я пошел на обычную свою донорскую сдачу крови. Я был такой уверен, что я же здоровый, я же богатык, там все такое, я же качаюсь. У меня бешеное здоровье. Я пришел и сдал кровь. Мне сказали, что у меня печень как у алкоголика, как у алкаша какого-то. То есть, мне сказали, вы что там? Вы серьезно, вы что на алкоголе сидите на каком-то жестком? Я говорю, я вообще не пью, понимаете? Она говорит, ну вообще пить не обязательно. То есть, вы можете пить иногда винцо там, да, 100-150 грамм. Они его анализы не испортят. То есть, если бы я пил просто винчик, например, вино там 100 грамм за вечер, там несколько раз в неделю, это бы не испортило бы анализы печени и крови. Это слова врача, который мне, там постоянно обследует меня. Речь шла реально о серьезном повреждении моей печени, которое возникло на входе просто приема таблеток, антибиотиков. Потому что никаких препаратов я вообще не принимал. Когда я сделал этих антибиотиков, мне было ужасно плохо. Просто это была температура, это... Очень было тяжело этот курс антибиотиков пройти. Но нужно было, потому что не было другого решения. Нужно было антибиотики, иначе это просто было бы хуже. То есть, мне пришлось это сделать. Так вот, мою кровь в центре переливания крови забраковали на 7 месяцев. Просто задумайтесь об этом. 7 месяцев плюс те 2 месяца, что я сделал так, перерывы после антибиотиков, это уже 9 месяцев моя кровь была непригодна. Просто после этих анализов. Поэтому, чему я вам говорю, не надо до анализов пить какие-то таблетки. Если вы прошли какое-то лечение и так далее, это тоже все будет учтено в ваших анализах, вы получите плохие результаты, и, скорее всего, это будет неправдоподобно. То есть, это не означает, что у вас действительно все-то плохо. Печень могла разрушиться просто по действиям этих таблеток, но она потом восстановится. Она восстановится в течение реально полугода, возможно. Поэтому учитывайте это, когда вы идете на анализы. В принципе, это все, что я хотел рассказать вам в этом видео. Еще раз подытожим давайте. И прежде чем тренироваться, нужно пройти эти анализы крови. Почему я не пошел на этот курс, который там ребята предлагают на бодилайке? Ну, ребята, я тренируюсь уже 16 лет. Мне хватает моих знаний и опыта, чтобы не просто тренировать себя, а рассказывать какую-то информацию здесь вот на канале у меня на YouTube, потому что я знаю, о чем я говорю. Я постоянно развиваюсь, я постоянно читаю на эту тему книги. И действительно современная информация, которую я получаю, она действительно актуальна. И мне эта информация за головой хватает, чтобы составить грамотно свой тренинг. Мне нужно больше времени, чтобы обо всем вам рассказать в видосах моих. Но постепенно, если вы будете смотреть мои видео, вы все это тоже будете знать. Я делюсь с вами знанием, мне не жалко. Поэтому, если сложное было видео для восприятия, посмотрите его еще раз. И по поводу всех анализов, просто я вам очень-очень рекомендую, займитесь этим. Даже если у вас стаж тренировок уже там 10 лет, например, или 5 лет, и вы думаете, что все это время было хорошо с вами, и теперь ничего не должно случиться. Ребята, нет. Время проходит, и все меняется. То здоровье, которое было у вас 5 лет назад, оно было у вас 5 лет назад. Если вы уже за 30, например, просто вот у меня, например, уже за 30, да, то вообще регулярно нужно проходить обследование. Я бы сюда мужикам еще добавил проходить уролога, да, после 30 лет регулярно. Это не сильно скажется на ваших тренировках, но может. Реально может. Поэтому все, ребятки. Надеюсь, видос был для вас очень полезным. И мало, чтобы вы просто поставили лайк там, да, это не то. Но я хочу, чтобы вы сделали конкретные шаги, просто конкретные шаги. Запланируйте уже на этой неделе, смотря когда вы смотрите это видео, да, запланируйте и уже сегодня, после видоса, зайдите на сайт, реально промониторьте, сколько это стоит, какие есть анализы. Возможно, сходите в платную клинику, где есть терапевты, и просто с этим терапевтом все обсудите. Найдите себе своего терапевта, найдите себе своего кардиолога, который будет вами заниматься. Не жалейте на это денег. Хотя бы раз в году этим занимайтесь регулярно. Возьмите какое-то время, когда вы будете заниматься своим здоровьем. Потому что это залог того, что у вас будет натурально прибавляться здоровья в тренажерном зале, а не убавляться. Потому что я не люблю размышлевать темы о том, кто там сидит на фарме, кто не сидит на фарме. Мне это вообще не интересно. Мне важно знать, что я сижу не на фарме, я никогда этого не использовал, и хочу вас научить, как тренироваться, когда вы никогда не использовали фарму и не собираетесь ее использовать. Потому что на ютубе я знаю, уверен, я вижу по их формам, что ребята очень многие сидели на фарме когда-либо, или сидят сейчас. Что касается, если говорить об этих ребятах с бодилайка, я не буду говорить, на фарме они или нет, не имеет значения. Более того, наверное, в этом случае, ребята, которые, если даже все-таки применяли когда-то фармакологию, раньше или когда-либо, если они думающие, то, скорее всего, чтобы принимать фармакологию, они разобрались в этом вопросе уже очень капитально. Поэтому, возможно, даже они будут знать более интересную информацию для вас. Главное, чтобы они не учили вас тренироваться только с помощью фармакологии. Если они просто вам подскажут по каким-то препаратам, которые нужно, например, подправить это здоровье, то вполне нормально, если после анализов что-то где-то у вас находится в организме, вы можете позаниматься этим 1-2 месяца, или 3 месяца даже, если надо будет, и не тренироваться вообще. То есть ваши тренировки могут начаться с того, что вы просто поправите свое здоровье. Потом вы приходите в тренажерный зал и уже начинаете на уверенной базе строить свои тела, ваши мечты. Вы думаете, что вы потеряете время, а вы, скорее всего, только сэкономите это время. Потому что, например, если у вас не хватало каких-то гормонов, то вы просто бы эти 3 месяца потратили бы впустую. Скорее всего, вы бы, может, даже меньше стали. Чтобы наладить свою гормоналку, нужно время. Или наладить свое питание, или наладить еще какие-то в области своей жизни. Например, наладить свой сон. Если вы плохо спите, у вас точно проблемы с гормональной системой. И у вас точно не будет результатов. Если вы вообще плохо спите, реально, если вы не досыпаете постоянно, сбои будут по всем системам организма. Все, ребята. Максимально коротко, максимально полезно. Удачи! Удачи!